Встречу с жителями в режиме онлайн провел Владимир Ружицкий. Подготовка округа к новогодним праздникам, зимний досуг люберчан и распространение коронавирусной инфекции стали главными темами совещания. Мы сегодня, вы замечаете, по городу нарядили елок живых и искусственных, это 167, светодиодные фонтаны, светодиодные фигуры, световые композиции, гирлянды по всему городу и нашим поселкам. Поэтому стоит задача создать праздничное настроение. Канун Нового года и онлайн разговор с люберчанами зашел в праздничное русло. Жители просили установить елки во дворах на стадионе «Урожай» и в парковой зоне Малаховского озера. Живая елка есть, она в наличии в Малаховке рядом с этим участком. Можем поставить? Значит, давайте поставим елку там. Давайте договоримся, есть какие-то традиции, не нами они заложены. Что-то мы продолжили. И там, где что-то было, там это нужно оставлять. Потому что люди привыкли. Тем более, это старота с стороны Малаховки. Там частный сектор. Но, тем не менее, люди гуляют, ходят. Такой же насущный вопрос для люберчан в преддверии праздника. Как утилизировать живые ели? Жители заверили, что от традиции прошлых лет в этом году не отступят. У нас организовано 9 пунктов живых елей. Акция будет проходить. Бункеры от веса мы все опубликуем. С 15 января по 15 февраля. Акция называется «Подари елки вторую жизнь». Праздничная пора – время подарков. Кому в 2020 году они положены от государства? Еще один вопрос, которым озабочены жители. В этом году 1860 подновогодних подарков выдают многодетным, малообеспеченным семьям. Каждому ребенку в семье. Как отметить Новый год в новых условиях? И действительно ли в ресторанах потребуют справку об отсутствии коронавируса? На волнующий многих люберчан вопрос ответили. На территории Московской области разрешены мероприятия с 31 по 10 включительно. В том числе и проведения корпоративных вечеров и так далее. Но обязанность руководителя организации спрашивать справки на посетителей. Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции – тема, без которой в современных реалиях не обойтись. Вот и в онлайн-беседе с главой жители сообщили о плохой дезинфекции подъездов и халатном отношении к средствам защиты в магазинах. Три раза в неделю проводим мониторинг не только по наличию товаров первой необходимости, 10 групп товаров, но и наличию масок у персонала и покупателей. Мы проверим этот магазин, таких фактов у нас сейчас немного. Вирусная инфекция внесла коррективы и в празднование новогодней ночи. На совещании сообщили, что массовых мероприятий и салюта в бой курантов в городском округе не будет. Анна Троян, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТА.